вот это вот человек который к нему дорогу знает только Александр Савинцев. Я ей под сердцу передаю, передал дружбу, она подружилась с этим уникальным человеком, вот с Валярием Владимировичем, вот, и вывод сад уникален, здесь есть поздний Филиппева, здесь есть Академик Железов, здесь Королевский Железов, еще два сорта, эти два он называет ранний и десерт. Ну, знаете как, ничего не записывал, что в голове сложилось, что он им выдал. Это не конец разговаривания, самое интересное. Итак, когда-то я взял и выдал объявление, в черевушках в саду пианисты растут самые культурные сорта абрикосов Железа и Филиппева, шестое его, но это отдельно разговаривает. Пять сорта абрикосов. Их нельзя называть абрикосов, как сказать. Недавно попеределал еще в моем саду, их нельзя называть сортами. А по морде получал. Ах, у вас не сорта. Нет, это фига себе, вот это, то что видите, это фига себе, это не сорта. Это так. В этом году он тоже жалуется. Два раза берете. Ладно. Самая главная фраза. Сортов плебеев рядом нет. И у косточек именно этих абрикосов максимальные шансы дать крупноплодное потомство. Мечта ученых и начитанных садоводов. И только сегодня, это уже было написано на дне 10 назад, я отдал объявление. И уже несколько тысяч человек это читали. И только сегодня первый чек, который сказал, мне 300 штук. И чтобы обязательно были поздние вот этот год. Кстати, это... Привет, Беларуси! Я вас так уважаю. Вот. Мы рядом жили. Западная Украина, Западная Беларусь. Мы рядом жили. И вот получается... А, и здесь я так дружил. Фамилия Маршалко. Так дружил. Он постарше меня был. Он давно в могиле. Вот. Но то, что он белорус, это такой был работяга. Мне даже иногда стыдно было. Я сам работал с утра до вечера. Бывал и ночью. И все равно, мне кажется, он... Это... Куда мне до него? И вот получается, что он заказал 300 вот этих вот 5 сортов бросов. Так. И этим дал мне шанс немножко заработать. Работать. Так. Теперь. И я пишу. Собрали мы с пианистом пару тысяч костик. Заказывайте. Вот кроме пока белоруса, никто не заказал ни одной. Ну, такими темпами к весне человек 5 закажет. Так. Вот они. Вот это и есть. То самое. Вы понимаете, они кажутся такими мягкими. Вы поверите, даже сейчас они твердые. Он их не собирал с дерева. Он знает мои запреты. Он всех очень серьезный и очень добросовестный. Он собирал с земли. Последним родуем собирали. Но те, которые из них... Ну, тут есть переспелые. Остальные твердые еще, как камень. И это большой плюс. Это транспортабельность. Обычно про транспортабельность абрикосов никто, никогда. Наверное, в свою жизнь я прочел. Нет, ни сотни материалов. Это сильно много. Нет, ни сотни. Тысячи. Вот. И нигде про транспортабельность не упоминается. А у меня Амур. Так. Транспортабельный. А у меня Серафим транспортабельный. А у меня этот же самый, поздний Филиппева. Ну, не у меня, а у нас, скажем так, транспортабельный. И еще парочка. Вот это очень важно знать. Вот. Смотрим дальше. И, наконец, вы знаете, вот есть люди от природы таланты. Вот как вот Чернобаев талантище. Опять фильм про него снял. Вот вы видели этот фильм, нет? Вот только вот сейчас. Вчера или позавчера его довел дома мой брат Железов Юрий Владимирович. Так. И выставил его в Ютубе. Вот. И. Прочернобаев уже много нового узнали. Хотя он уже, казалось бы, ну что еще? А пианист, он есть пианист. Профессиональный пианист. Какие у него руки? Он взял, косточку посадил. У него два достижения. И он сам знает одно. Первое какое. Он взял, привил черешню. А у него была готова саженец, не его. Он черешню привил не на вишню, которую мы называем Сибирская штамбовая. Она же, какая бы она ни была штамбовая, она не считается штамбовая, отводки дает. Он взял, на отводок привел. Ой, нет. Я заехал не туда. Он привел на степную вишню. Они отдельно росли. Я тоже уже не молод, так что простите меня за то, что иногда заговариваюсь. На вишню степную. Я вам показывал. Вот такой лес вишен год за годом. Они все так же лесные. Опять же, он никому не нужен. Знаете, что такое настоящая наука? Это если бы приехал, ну, предпринимателям работать по превращению вот этих отдельных эпизодов в промышленные сады скоротечно. Это бесполезно. Скорее всего, все пропадет, черт. А вот взять в науку эту, там, где можно рассчитывать на 5 лет, 10, на 15 лет. Вот взять ему, вот тебе там тысячи пять, лучше 20, лучше 100 тысяч. Оно того стоит. Ну, выкапывать у него, их там было сколько, они сады? 30-40 этих отводков, да? А один с черешными. Вот. То есть степная вишня расползлась в виде отводка. Забрать все эти отводки, выкопать. Забрать у него весь урожай, вот этот же. Это второе направление. А потом оставили ему это баточное дерево, черешня на степной вишне, на кустарнике, которая чудом надает плоды. И в этом году опять мы угощались. Вместе нет, не помню, кажется. Так они и висят. И перевисели, и потом он мне взял, и литр или два собрал для меня. Говорит, ну, жалко пропадет. И сейчас у меня они лежат в холодильнике. Ну, сколько? Если брать косточками. Ну, вот объем стакана, да, стакан косточек. Вот. И будет лежать. Каталоги его нет, никого не интересует. Ну, это еще одно направление. Понимаете, какое? А я сейчас не об этом. Самое главное направление должно быть такое. Остается, вот, фотография бы, но я не думаю, что я разговариваю. Опять уйду в сторону. Вот. Фотографии-то не представил. А у меня есть фотографии эти. И там, наверное, с Анна Савинича есть. И опять они есть. И вот, значит, матчное дерево остается у него. За него заранее платится тысяч, десять, двадцать. Говорит, больше ты к нему не подходишь. Приходит зима, приезжают ученые. У нас рядом три научной организации. И нарезают черенки в стиле. Теперь это их дерево. И на те подвой, которые уже перенесены, которые уже, надеюсь, прижились, и весной на них приливаются. Появляется новое направление. Нескоростная черешня. С высокой степенью биологической совместимости. Перед создал ты ручку. Он взял, привил одну, и одна пошла. Можно продолжать? Нужно продолжать. Это так же, как я говорил, черешня, слива с этим, с абрикосом, груши с яблой. Все это одна и та же модель. Одна и та же технология. Так это не все, Ирина Савинича. Подводит меня. Второй раз уже. Первый раз я даже забыл, где она. В этот раз я говорю, что, фотографируйте мою сельницу? Подхожу, е-мое. Я не знаю, кого он привил. Позе Филиппа, или Королевский, или Академик. Не знаю. Но получилось-то. А вкусные какие? Два раза меньше. Но вкусные какие? Все из пианиста. А я так хожу с клеммом. Помните, как там было лошадь и мошенничество? Я так и хожу с этим клеммом. И каждый такой случай для меня это подарок судьбы. Ведь должно перейти в научные сады. Ну, Академик прав. К сожалению. Такой на меня ушат воды такой вылил. А я мечтал. А вот однажды. Почему это не показать? Или они сами с экрана телевизионных каналов? Ай, поехали дальше. Ну, я же даю ценнейшую информацию. У меня есть наследница. Я же зря дочке живу. Так. Итак, я возвращаюсь от пианиста вот с двумя ведрами этих самых. Этих, этих, этих. С двумя такими ведрами. Вот. Академия